Подражали стройматериалы, с продажами сейчас не очень хорошие. И учитывая то, что государство ввело мораторий на претензии от дольщиков, можно ли ожидать и в каком объеме, если до задержек строительства и так далее? Наверное, таких примеров станет больше, но я думаю, что эти задержки будут все-таки непродолжительные. Один, два, три квартала. То есть это не превратится в долгострой условно? То есть это только в рамках вот такого? По крайней мере, пока мы каких-то предпосылок для того, чтобы застройщики расслабились, встали и сказали, да, достроим потом, но такого нет. Но опять же, обязательство перед банком построить, раскрытие скроу счета, это фактор не менее важный. То есть если мы сдвигаем срок сдачи, мы, соответственно, сдвигаем срок... Получение своих денег. Да, да. А деньги точно так же лежат там мертвым грузом при текущей инфляции, их надо пускать в оборот как можно раньше. Поэтому здесь это стимул еще, наверное, более серьезный, чем штрафные санкции. Ну вот как раз уж озвучили, как вы оцениваете инициативу некоторых сейчас товарищей, которые говорят о поэтапном раскрытии скроу счетов? Какую-то небольшую часть на конечных этапах строительства, наверное, можно было бы допустить. Раскрытие, но не на первой половине строительных работ. То есть это в итоге, как обычно, может привести к тому, что так называемая волосатая лапа может залезть и вдруг потратить не на то, что нужно. Ну, просто у застройщика действительно должен быть серьезный финансовый стимул строить быстрее. Вот сейчас он есть. Короткий строительный цикл – это все-таки более эффективное производство, оптимизация строительных процессов. Ну то есть мы таким образом стройку делаем лучше. То, что возникла сейчас некая проблема у застройщиков просто финансовая в силу ситуации, можно сделать какое-то временное послабление, но принципиально эту модель, мне кажется, менять неправильно. Застройщики должны учиться строить быстрее. И текущая модель этому способствует. Проект «Самолет плюс» отличается тем, что он носит название крупнейшего застройщика страны и для Москвы, Санкт-Петербурга и области Ленинградской и Московской. Это имя уже знает практически каждый житель этих регионов. Поэтому, вешая вывеску «Самолет плюс», вы автоматически навигируете поток клиентов к себе для закрытия вопросов, связанных с недвижимостью. Что касается других регионов России, то у компании «Перспективы-24» и нашего партнера, старшего брата-застройщика «Самолет» есть определенные проекты по масштабированию бренд-нейма «Самолет плюс» и выделенные финансовые средства. И буквально с 1 мая будет официальный старт этого проекта «Самолет плюс». И я уверена, что буквально через 3-4 месяца большее количество людей из региона будут воспринимать «Самолет плюс» как именно рицательные, именно точки отдела продаж, и вы абсолютно верно заметили, при дворе, связанные с реализацией бытовых, финансовых и вопросов, связанных с недвижимостью. Аналитика без цифр, без графиков – это не аналитика, поэтому я предлагаю обратиться к вашей презентации. Что мы здесь можем посмотреть? Я думаю, что мы можем пару слайдов по России посмотрим, не будем подробно все цифры смотреть. Вот важный, на наш взгляд, все-таки важный график, мы не устаем про него показывать и говорить, когда есть возможность. Во-первых, во всех отчетах в СМИ очень часто публикуются данные по вводу жилья в эксплуатацию. И когда мы анализируем эти цифры, мы анализируем, по сути, прошлогодний снег. То есть это то, что мы уже продали давно, то, что уже построено, это никоим образом к текущему рынку почти не относится. Большинство квартир уже реализовано. А давайте поточнее, что такое ввод жилья в эксплуатацию? Ввод жилья в эксплуатацию – это когда дом построен, покупатели квартир получают ключи. То есть кто-то ждал этого момента полгода, кто-то два года. Это вот такое важное отличие. В СМИ часто эти цифры фигурируют, их отождествляют с объемом предложения. Или предложения, да? Даже и с продажами, и с предложениями, ни к тому, ни к другому это не относится. Ввод жилья – это такой слишком запаздывающий индикатор. Если мы будем смотреть на него на горизонте 10 лет, он будет показывать рыночные тенденции. И то его надо дробить на ввод многоквартирного жилья, ИЖС. Сейчас идет рост объемов ввода жилья, в основном за счет ИЖС. И там крайне непрозрачная структура в этой части, потому что идут регистрации домов подачной амнистии, идут регистрации домов, которые построены давным-давно, которые сейчас подключаются бесплатно к газу, если в населенном пункте этот газ есть в соответствии с последними решениями. Так вот, мы предлагаем все-таки смотреть на объем жилья в стадии строительства, который рассчитывается до МРФ. Это оперативный показатель, который считается, на сайте публикуются в режиме фактически реального времени. Он показывает, сколько сейчас строится от котлована до внутренней отделки. И он как раз больше коррелирует с объемом предложения в целом по стране. У нас нет индикатора, а сколько квартир подается в России всего, но мы можем смотреть, сколько сейчас строится, сколько сейчас в работе. Вот у нас в момент запуска льготной ипотеки строилось по 214-му закону 91 миллион, сейчас строится 92. То есть льготная ипотека замечательный, как мы любим говорить, драйвер рынка жилья. То есть драйвер ипотеки, да, драйвер роста цен, да. Но к росту объемов предложения, к сожалению, льготная ипотека не привела. Но не везде. Вот если на следующий график мы перейдем, здесь как раз индекс объемов строительства по регионам. Мы видим, что у нас огромный рост этого показателя на Дальнем Востоке. Ну понятно, там низкая база, там мало строилось, там дальневосточная ипотека. На Урале практически, там Свердловская область, Тюменская область, здесь хорошие результаты показывают. А Тюменская это Урал или из АПСИБ? Уральский федеральный. Уральский федеральный. Поэтому здесь вот и в Екатеринбурге, и в Тюмени хорошие показатели по росту объемов строительства, и значит по росту объемов предложения. Центр практически без изменений, северо-запад, самый серьезный провал, в первую очередь за счет Питера. В Питере стали строить значительно меньше, чем два года назад. Это вот, наверное... Это Питер с областью, с Ленинградской. Ну здесь Ленинградская область все-таки нарастила объемы строительства Питерска. Но сюда не входят, и несмотря на это все равно весь округ упал. Да, округ упал. Как интересно. А вот просто вопрос немножко, да? А связано с чем такой провал на Урале вот в ноябре-декабре 2020 года? Это что было-то? Если помните. Это был инвестиционный пробел у застройщиков. Пандемийный. Ну то есть тогда же тоже были ожидания негативные. То есть инвестиции в новые проекты притормозили, скажем так. Поэтому пошло снижение. Но с конца года уже там начали выходить новые проекты. Было понятно, что спрос более чем устойчивый. И очень быстро, допустим, на Урале очень быстро нарастили новые проекты. В других регионах не везде этот процесс был. Если я правильно понимаю, то сейчас тоже нет новых площадок. Они очень как-то скудно запускаются. То здесь лак в полгода. То есть где-то через полгода мы ожидаем такой же провал везде. Потому что под 15-18% никто не будет брать проектные финансирования. Это сейчас такой серьезный риск. Все-таки спрос продолжает поддерживаться через льготную ипотеку. А вот предложение не поддерживается. Те 15%, которые обещаны, они для застройщиков, для разных регионов, вернее, эта цифра может оказаться достаточно дорогой. Возможно, только в Москве, где маржинальность очень высокая, это сохранится. Вот если там несколько слайдов вперед промотать, там как раз есть график сравнения. Какой слайд? Вот. Так. Мы взяли здесь данные на март союза инженеров-сметчиков. Средние цифры по полной себестоимости строительства и средняя цена реализации. Так вот, на столичных рынках на тот момент разница между себестоимостью и ценой продажи. Ого! 60-80%. На региональных рынках, на многих, эта разница была в районе 10-20%. Есть города, которые выбиваются из этой картины, но смысл в том, что в этих условиях проектное финансирование под 15% многим не поможет для того, чтобы даже сохранить объемы строительства, не говоря уж про то, что нарастить. Да, здесь можно, наверное, к цифрам средним придираться, что есть отдельные проекты, которые доходные, есть которые более затратные, все равно кто-то на рынке останется. Но в целом этот график показывает тот рыночный фон, который сложился в столицах и в регионах. Ну, на самом деле, из этого можно сделать вывод, что застройщиков Москвы и Петербурга, где, назовем это, разница между себестоимостью и рыночной ценой, по факту это маржинальность, позволяет покупать у банков те самые ипотечные ставки, чтобы снижаться до 4-5. И фактически, если бы рынок не имел тех потрясений, которые он сейчас имеет, в первую очередь, наверное, политические, какие-то психологические, то мы бы оставались на тех же ставках, что и были осенью. И если бы это работало по-прежнему, то, наверное, рынок бы так и оставался. Но оно не работает, пока, по крайней мере. То, что мы видим. Вот мы проскочили несколько слайдов. Что тут интересного можно посмотреть? Ну, здесь, если мы по федеральным округам смотрели динамику по объему строительства, здесь, соответственно, разложено тоже изменения за последние два года по регионам. Ну, вот в плюсах, вот здесь вот по крупнейшим рынкам у нас Приморский край, Пензенская область, Удмуртия очень сильно приросли. А вот в аутсайдерах как раз Московская область, Рязанская, Санкт-Петербург, где происходит сжатие объемов строящегося жилья. Ну, прямо Удмуртия, я не знаю, если где-то там ожидаемо, я понимаю Приморский край. Но Пензенская и Удмуртская, мне кажется, это может быть с низкой базой связано. Нет, нет, здесь, конечно, с одной стороны низкая база, с другой стороны это рынки, которые сейчас там объем более 1 миллиона строящегося жилья. Это совсем не мелкие рынки, мы их сознательно отсекли вот этим вот миллионам. То есть, это рынки уже приличные. Ну, конечно, там, условно говоря, с 700 тысяч расти или с 3 миллионов здесь фактор этот присутствует. На следующем слайде, такое тоже важное, мне кажется, для нашего рынка картинка. Вот здесь вот крупнейшие 30 рынков жилья по объему строительства. Треть из них, это 3 города. Москва, Питер, Краснодар. То есть, практически треть российского рынка новостроек, это 3 города. 60% рынка, это всего лишь 20 городов. Ну, то есть, вот, чтобы мы понимали, что такое российский рынок жилья. То есть, он, по сути, сконцентрирован в нескольких мегаполисах. А вот здесь еще красной облоткой подсвечены пригороды, пригород Москвы. Да, Люберцы, Красногорск. Да, да. Ну, то есть, по сути, это один большой, там, рынок большой Москвы. Сверхконцентрация первичного рынка жилья, которая по многому поддерживается, в том числе и льготной ипотекой, потому что она, по большому счету, цементирует то состояние, в котором мы были. Просто льготная ипотека запускалась, как некий кратковременный инструмент поддержки в условиях пандемии, а стала его неотъемлемой частью, которая развивает, по сути, все те диспропорции, которые сложились. Она не развивает рынок жилья страны в целом. Она не способствует строительству, к примеру, где-нибудь в малых и средних городах. То же самое проектное финансирование, которое сегодня у нас запущено, оно недоступно, по сути, застройщикам этих малых и средних городов. А если мы говорим о государственной программе развития рынка жилья, а не поддержке существующих строителей, то неизбежные эти решения надо разворачивать немножко в другую сторону. Ну, знаете, вот у меня складывается такое ощущение, что, ну, я не думаю, что там в Минстро или в том же Дом РФ не умеют такие графики выкладывать, да, и, скорее всего, они эту диспропорцию видят. И тогда это одно из двух. Либо это целенаправленно, в сторону Москвы, ну, прям очевидно, да, какие-то лоббистские истории, потому что если даже просуммировать то, что здесь есть на графике, прибавить вот эти вот обведенные к Москве, то там под 20 цифр в 2 раза больше, чем Питер, и там в 4 раза больше, чем Краснодар. Я уж не говорю про города, которые здесь находятся. И, ну, либо это прям, не знаю, это широко. А вот возьмем город Миллионник, Челябинск. Кстати, он выделен, я тоже посмотрю, он выделен таким специальным цветом, это Миллионник, но он находится, что называется, в аутсайдерах, да? Да, да, он строит гораздо меньше, чем многие города Московской области. Ну, он, может быть, строит объективно с точки зрения того, что, ну, Челябинск прям славится на страну с точки зрения, там, экологии, оттока демографической и так далее, так далее. Но мне вот и другие города, например, тот же самый Ярославль, вот, странно, почему такая ситуация, учитывая, что Рязань, она там была в предыдущем графике в аутсайдерах тоже, да даже Калининград, которые там все что-то обсуждают, я не понимаю, там, некое вот этого ажиотажа, мне кажется, все-таки переоцененный город, я все время вложил свою лепту в переоценку этого города, но, тем не менее, сейчас я понимаю, что это все-таки такая не лучшая история как альтернатива тому же самому Краснодару, например. Вот, окей, ну, я думаю, что тут, как это, много мыслей для того, чтобы подумать. Да, ну, здесь то же самое, в общем-то, те изменения, то есть, вот, то, что у нас просадка идет как раз по Московской, городам Московской области, по Питеру, среди крупнейших городов от одного миллиона с объемом строительства, вот, сильно приросли Владивосток, Нижний, Перми, Тюмень. Вот, спасибо за этот график, в том смысле, что у меня как-то так вот интуитивно сейчас развернулось какой-то личный взгляд в сторону Владивостока, понятно, там вот эта ипотека, и буквально у нас на днях поступил звонок из Южно-Сахалинска на тему того, что приезжайте к нам, у нас тут тоже есть чего рассказать. И вот как раз мне сказали, что застройщики там досубсидируют эти самые 2% до 0-0-1, и переплата в среднем за объект недвижимости там фактически маленькая, чуть ли не 60 тысяч за весь период. Ну, конечно. Вот, и сейчас им начали поступать звонки уже из западной части России, ну, западная для них это все, что там, условно говоря, за Красноярском, Урал это тоже для них запад, на тему, а можно ли там у вас как-то прописаться, чтобы получить эту льготную ипотеку, и деньги там пусть лежат в этой недвижимости, может быть, подзавать ее в аренду каким-нибудь там военным и так далее. То есть вот этот запрос пошел. И Нижний Новгород меня лично тоже удивил, в том смысле, что, во-первых, там были огромные инвестиции, связанные с инфраструктурой в период проведения чемпионата, и, во-вторых, близость к Москве, и, в-третьих, это учебный потенциал. Мне кажется, что туда поехали люди, которые не могут себе позволить, естественно, Москву, Питер, с точки зрения цены, и Краснодар тоже. Но вот они едут в Нижний с возможностью там учить своих детей, как-то там быть близким к столицам. При этом это все-таки центральная Россия, это не национальные республики, если там брать Татарстан и прочее. Тоже, мне кажется, вот интересный город. Нижний долгое время, ну там с точки зрения рынка жилья был таким спящим. Да-да-да. Красный пояс был. Объемы были маленькие, и вот, наконец-то, он реализует, наверное, свой потенциал сейчас. Заметно, обратите внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова